МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Понятно, что теплолюбивая культура мы с вами под зиму сеять не будем. Ни томаты, ни огурцы, ни кабачки, ни патиссоны, ни перцы. В первую очередь подходят семена холодостойких культур. Это наши всем известные пряные травы. Во-первых, их хорошо сеять под зиму, потому что они туго всхожи, долго всходят. Вспомните, как часто весной мы, посеяв петрушку или сельдерея, ждем сходов, а их нет 10 дней, 20 дней. А вот когда вы посеете укроп, петрушку, сельдерей, кориандр, тмин, анис, под зиму всходы появляются дружные, они будут выносливые, холодостойкие. И уже в конце мая, в начале июня будет сочная зелень у вас на столе. То есть вот эти пряные травы мы можем высевать. Под зиму можно высевать и листовые овощи. Можно сеять салаты листовые, качанные. Руколу можно посеять, щавель, шпинат. Можно посеять и листовую горчицу, огуречную траву. Можно посеять землянику, горох. Сеют под зиму еще и такие культуры, как репа, редька, дайкон. То есть ассортимент очень большой. А если посмотреть на луки, вот эти срезочные сорта луков, это и шнит-лук, и лук-батун, душистый, лук-порей, лук-слизун. Они очень хорошо зимуют, семена закаляются, всходы появляются дружные, пропитанные влагой, витаминные. И срезка зелени у вас будет уже очень рано на столе. А также наши всеми любимые корнеплоды, морковь и свекла. Оказывается, их тоже можно посеять под зиму, но не все сорта те, которые холодостойкие. И у моркови я назову несколько сортов, которые можно высевать под зиму. Это сорт нанская, всем известная, лосиноостровская, шантене, московская зимняя, несравненная. И вы знаете, всходы, которые появляются, морковные всходы, они успевают окрепнуть. Им не страшна морковная муха, которая является бичом для посева моркови рано весной. Она часто уничтожает просто всходы моркови. А здесь под зимние эти всходы, они появляются мощными, сильными. И морковная муха их практически не повреждает. И вот эту продукцию морковь можно все лето уже использовать для еды. А по месяцу вы можете посеять морковь в поздних сроках посева для зимнего хранения. А эту морковь вы как раз можете использовать все лето. Она не будет долго храниться, зимой не хранится. А для лета очень прекрасны получатся у вас всходы корнеплодов. И из свеклы можно, из сортов свеклы столовой назову египетская плоская, еще холодостойкая и подзимняя. Вот эти три сорта, они не стрелкуются, когда попадают в холодные условия, дают хорошие корнеплоды. Но советую высевать сорта, конечно, желательно раннеспелые, чтобы еще ускорить более раннее получение продукции. И, конечно, какая хозяйка не мечтает, чтобы у нее на участке росли лекарственные растения. Ну, лекарственные – это так условное название. Вот эти эфиромасличные растения, которые содержат много эфирных масел. Это и мелиса, и мята, и шалфей, душица, тимьян. Как здорово, когда в чай добавляешь эти листья, или в какие-то компоты, в варенье. А какие они прекрасные медоносы. Это многолетние культуры. И вы, когда их посеете осенью, вы себе намного облегчите весной вот эти хлопоты весенние. И их лучше сеять под осень, потому что они морозостойкие, будут всходы дружно, выдерживать похолодание различное. И дадут вам прекрасную продукцию. Так что, как видите, ассортимент овощных культур достаточно большой. Можно ли сеять под зиму семена цветов? Если не сеяли цветы под зиму, попробуйте. Потому что этим вы тоже облегчите себе весенние хлопоты. Вы уйдете вот этих ящиков с рассадой. Вы просто посеяв под зиму часть цветов, вы уже рано весной на 2-3 недели получите более ранние всходы. И если более ранние всходы, значит и цветы ваши зацветут на 2-3 недели раньше, чем выращены весной из рассады. А если вы еще потом над грядкой поставите дуги, накроете вот эту свою грядку сходами цветов пленкой, или лутросилами, или агроволокном, то ваши цветы зацветут еще больше. А цветы мы высеваем с вами, выращиваем для того, чтобы они как можно больше радовали нас своим цветением. И ассортимент цветов для подзимнего посева тоже достаточно широкий. Можно высевать вот поздней осенью и аквилегию, василек, маг, космос, космею, эшольцу, дельфинию, календулу, так что лаватеру. В общем, как видите, ассортимент цветов тоже-тоже очень большой. Но я назвала вам много сортов и овощных культур, и лекарственных трав, и цветов. Но это не значит, что вы вот должны все эти семена купить и все это высеять. Тем более, если вы не пробовали ни разу, то сначала нужно попробовать. Посейте несколько сортов, сделайте одну грядку, и каждая бороздка будет у вас какой-то определенный сорт, определенный вид. И сделайте хотя бы одну грядку вот такую, и попробуйте, как у вас получится. Понравится вам это, не понравится, получится, не получится. Вот нужно, конечно, пробовать. Наталья Викторовна, необходимо ли перед посевом обрабатывать семена? Вот чем подземний посев мне еще нравится? Тем, что практически никакой обработки семенам не нужно. Ведь вспомните весну. Весной мы стараемся семена и прорастить, и обработать какими-нибудь ростовыми веществами, намачиваем их. Здесь только сухие семена. Потому что, если вы семена на мочке, они влажно попадут в холодную почву и просто загниют. Поэтому все должно быть сухое. Вот у нас осенью все должно быть. Грядка сухая, семена сухие, никакого полива. В прошлой передаче я не сказала о том, что нужно, после того, как вы сделали грядку для подзимнего посева, подготовить почву. Потому что мы не будем засыпать семена обычной землей из грядки. Мы засыпаем ее в специальной землей, которую вы должны приготовить. То есть делаете где-то ведро, два ведра земли для засыпания посевов своих. Эта земля должна быть такая рыхлая, легкая, сухая, с торфом, с перегноем, с золой. И вы ее должны хранить в ведрах или в мешках, но храните ее так, чтобы она не перемерзала. То есть отдельно должна у вас стоять земля для засыпания вот этих бороздок. И вот когда пришла пора сеять, вы приехали, взяли пакетики с семенами, рассыпали эти семена в бороздки, поставили этикетку для памяти, для того, чтобы потом не перепутать. И аккуратно вот этой почве, которую вы подготовили, и она у вас хранится, засыпаете где-то слоем 2 сантиметра вот эти свои семена. Многие спрашивают, а нужно ли осенью гуще сеять? Мало ли что, вдруг замерзнут семена, вдруг не взойдут. Вы знаете, опыт показывает, что густоту посева не нужно увеличивать. Вот как вы сеете весной, такую густоту даете, такую и здесь. Единственное, вы можете посеять погуще только в том случае, если вы не уверены в семенах. То есть у вас семена не очень схожи, тогда можно их посеять погуще. Потому что весной, если вы посеяли погуще, может быть обратный эффект. Густые посевы, всходы, они будут угнетать друг друга. И получается, что вот этого эффекта, на который мы рассчитываем весной, дружная зелень, дружная рассада, этого не будет. Потому что всходы будут просто подавлять друг друга. И не получите должного результата. Наталья Викторовна, не замерзнут ли наши семена в морозе? А вот, чтобы они не замерзли, чтобы подстраховаться, вот эти свои бороздки нужно сверху еще и замульчировать. Мульчируем торфом, перепревшими опилками. Это делается для того, чтобы уберечь семена от вымерзания. Чтобы не было корки ранней весной на вот этих бороздках. Не уплотняем, просто присыпаем грунтом, ничего не уплотняем, чтобы земля не слежалась и росткам потом трудно было пробиваться. Замульчировали. А сверху еще на эту грядку нужно обязательно листвы положить. Может, веток с листьями. Просто, или если вы листвой засыпали грядку где-то слоем 20 см, положили ветки, чтобы ветер не сдувал эти листья. Можете прикрыть ее лапником. В общем, создаем вот такую подушку. Наши семена лежат в бороздках, присыпанные хорошей землей. Сверху мульча, то есть как бы под одеялом где-то сантиметров 5-7, а сверху еще укрытый листвой лапников. Я думаю, что таким семенам не страшны никакие перипетии погоды. Ну, в общем, мы вот рассказали нашим дачникам, как подготовиться к подзимнему посеву, как подготовить грядки, когда высевать. Рассказали, какой набор культур. Я призываю, экспериментируйте, пробуйте. Надеюсь, что подзимние посевы, этот способ, вам понравится. А весной вы будете только рады яркой зеленой зелени сочной. Будем надеяться, что у наших телезрителей все получится. Но, конечно, время покажет. А мы желаем удачи на вашей даче. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!